На роли главных персонажей кастинг был огромный. Профессор Преображенск у нас пробовались Стрижильчик, Броневой, Яковлев, Дядь Женив Стегниев. По всем киностудиям Союза искали Шарикова, и Караченцев был. Не собака и все. И Леша Жарков тоже пробовался. И Леша Жарков не собака. И однажды из Алматы пришли фотографии никому неизвестного актера. Бортко только взглянул и велел немедленно вызвать его на Ленфильм. На пробах Владимир Толоконников разыгрывал сцену с водкой. Желаю, чтобы все. Желаю, чтобы все. И вам того же. Он так убедительно гмыкнул, хэкнул и так потрясающе пропутешествовал глоток по его шее. Стал Бортко и вышел. И очень долго смеялся где-то за кадром. И потом сказал Владимиру Алексеевичу, что вроде как он утвержден. Ну, редактура так как-то, так сказать, очень с напрягом. Ну, говорит, как доверить такую роль неизвестному актеру? Точнее, его известность не выходила за пределы Алматы, где он родился и прожил почти всю жизнь. В театральное поступил с четвертого раза. Ему говорили прямым текстом. С такой-то внешностью в актеры. Диплом Толоконников получил в 30 лет. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Первая же неделя съемок «Собачьего сердца» показала, что выбор Бортко точный. Как он играл на балалайке, ну, такая яркая сцена, да. То есть смотри, буржуй, глазик выколю, один останется, чтобы смотрел, но кому кланяться. После чего профессор Перебраженский, собственно, грохнулся в обморок. Самое интересное, что он из антигероя, в общем-то, сделал, и героя в каком-то смысле, ну, любимца. Как-то его смог внутренне оправдать. И вот эта сцена, ну, отец ее очень любил. Ну, и она такая очень важная и переломная в персонаже Шарикова, когда он ночью встает, подходит со свечой, и у зеркала смотрит, мол, кто я вообще, к чему я, да. Полноценным участником съемок был пёс Карай, он же Шарик, превращающийся в полиграфа. Вот целую пробу провели на линьфильме по собаке только. Собака, конечно, поразительная. Он понимал просто с полуслова, только проходил на площадку, со всеми носом тыкался, здоровался. Когда стало понятно, что роль Шарикова идет на ура, Владимир Алексеевич начал опасаться другого. Как раз, когда снимали вот эту сцену, когда он подходит ночью к зеркалу, и он что-то там пригрустил, и его Бортко спрашивает, Володь, ты что? Он говорит, а может, я родился, чтобы собаку сыграть? Он боялся стать актером одной роли. Этого не случилось. После «Собачьего сердца» на него обрушилась слава. Картину показали в 32 странах. Стали постоянно поступать приглашения на съемки. В театре «Аншлаги» на спектакле с его участием. В том числе на сценическую версию «Собачьего сердца». В театральном образе Шарикова он вышел на сцену 150 раз. Но характер Владимира Толоконникова, известность и слава совершенно не изменили. Он был человек простой, и он вообще к людям относился очень по-простому, и к нему они тянулись. Их семья жила в небольшом частном доме. Во дворе цвели розы. Владимир Алексеевич здоровался с ними, выходя утром с сигаретой и чашкой кофе. Поливал, извинялся, когда обрезал засохшие стебли. Членами семьи всегда были собаки. Чаще беспородные, преданные хозяину и признававшие его абсолютную власть. Он был и противоречивым, и глубоким, и очень озорным, и харизматичным. Владимир Алексеевич обожал жену Надежду, и сыновей Иннокентия и Родиона гордился ими. Мама, да, правда, была красавица. Ну, вот фотографии там старые, где мама молоденькая, худенькая. Ну, отца можно понять. Ольга Мелехова свою первую большую любовь встретила, когда заканчивались съемки «Собачьего сердца». Чувство настолько захватило ее, что она уже не могла думать ни о чем другом. И не дожидаясь озвучания фильма, уехала с любимым человеком из Ленинграда. Такая глупая-глупая ситуация. Да, у меня был тогда «Любовь, морковь», роман. И молодой человек, кто должен был поехать на работу, вот на съемки, я поехала с ним вместе. Роль Зины озвучила актриса Светлана Смирнова. Со своей первой любовью Ольга вскоре рассталась. Но после этой истории приглашать на съемки ее перестали. А потом наступили 90-е. Время для отечественного кинематографа тяжелое. Многие актеры оказались без работы. Я подумала, может, как-то жить, что-то, чему-то научиться. А еще какой-то профессии, чтобы не сидеть и не страдать там. Почему, что и как. Вот. И просто это был вынужденный какой-то временный уход, который вот затянулся несколько. У Ольги оказался талант-менеджера. Она быстро сделала карьеру в крупной торговой компании. Параллельно окончила факультет романа германских языков. Но тут опять вмешались чувства, и Ольга снова потеряла голову. Ее новый избранник жил в Финляндии. Она бросила работу и переехала к нему, в другую страну. Но и новый брак оказался тоже неудачным. Есть женщины более какие-то внутренне мудрые, изначально природы, и умные, и правильных мужчин выбирают себе. А есть женщины, которые вот там себе любят, на свое приключение, на свою голову находят. Влюбляются в мужчины, которые, может быть, недостойны их, так скажем. Ты вообще иногда понимаешь, что делаешь? Да ты что, Юра? Не надо делать того, о чем тебя не просят. У партнера Ольги по собачьему сердцу Владимира Толоконникова наоборот, все складывалось прекрасно. Новый мощный виток популярности, особенно среди подростков, наступил после роли Хаттабыча. Знаменитый джинн оказался в новом веке. Узнал, что такое интернет и хакеры, и быстро всему обучился. При этом сам Владимир Алексеевич с современными технологиями не дружил. Я помню, Родион его, когда прочел сценарий, говорит, пап, да ты что, говорит, это крутая роль, соглашайся. Я, говорит, тебя научу на компьютере нажимать кнопки, главное, соглашайся. Всего после роли Шарикова Толоконников снялся в 59 фильмах и сериалах. Владимир Алексеевич Толоконников в самый разгар своей карьеры тяжело заболел. Он на протяжении всей жизни, с 18 лет курил. Он перенес несколько раз бронхит, который со временем перерос уже в хронический, но с осложнением с легкими дали о себе знать. Болезнь обострилась, когда в 2013-м из жизни ушла любимая жена. Он пережил ее на 4 года. Я один был из последних, с кем он разговаривал. Мы с ним выкурали по сигаретке. Я говорю, дед, куда тебе курить уже? Я говорю, давай, полуха, что ты это, сдавай. Дед. Персонаж его последнего фильма «Супер Бобровый». Владимиру Алексеевичу нравилось, когда и в жизни коллеги его называли «Дед». Да, вымирать так с музыкой. Сделай музон погромче, водила. Он отснялся где-то в третий фильм, и потом ушел от нас, и мы дорисовали его. Но самый финальный кадр фильма мы сняли, и он там был не компьютерный. Мы смотрели когда на примере этот фильм. Вот, и дедуся там был живой. Да, слезы, конечно, были у нас у всех на глазах, потому что мы его любили, нашего деда. Крутой. Фильм «Собачье сердце» стал для Ольги Мелеховой и Владимира Толоконникова поворотным. Для него – взлетом из полной неизвестности к огромной популярности и зрительской любви. Он и ушел, как мечтает уйти, наверное, каждый актер, на полном ходу, в разгар съемок. У Ольги Мелеховой началась совсем другая жизнь, далекая от кино. Новые люди, новые увлечения. Но когда по телевизору показывают фильмы с ее участием, и прошлое повторяется снова и снова, начинает щемить сердце, и хочется остановить время. Но жизнь продолжается, и как знать в конце концов, что еще ждет впереди.